МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, Яша, у Ленькова четыре дела. Соответственно, четыре объекта слежки и четыре заказчика. Значит, семь подозреваемых, так как один объект уже мертв. Ладно. Вот возьмем. Дело перед заходом солнца. Да. Антиквар Плотицын. Вот шифр. Вот что он означает? И я не знаю. Перед заходом солнца. Перед заходом солнца. Кстати, есть два фильма. Один немецкий, пятьдесят шестого года, и один советский, семьдесят четвертого года. Угу. Интересно. Актер детского театра. Тьфу ты. Лучше б ты был криптографом. Музыка. Тьфу ты. Тьфу ты. Музыка. Музыка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заехала на работу, узнала адрес Платицына. Ну и какой? Пушкинская, 40, квартира, 22. Но сейчас мы едем не туда, а в шахматный клуб. Зачем? Затем, что господин Платицын каждую субботу его посещает. Ну, хорошо, что не с парашютом прыгает. А то мне духа не хватило бы внедряться. Кстати, мою анкету лучше удалить. Какую анкету? Ну, эту. На сайте знакомств. А, да все-таки зарегистрировалась? Понятно. Да не я, Наташка. Устраивает мою личную жизнь. А, ну и как? Удачно? Вчера какой-то спортсмен написал. Ух ты, везет. По какому виду спорта? Я не стала ему даже отвечать. Знаешь что, перешли мне его анкету, а потом удаляйся. Здрасте. Здравствуйте. Добрый день. Вижу его. Вот, пожалуй... Я к нему. Ага. Как ходит Горни. Дуговой Г. Ага. В какую сторону? Добрый день. А? Вы не хотите составить мне компанию? С удовольствием. Пожалуйста. У вас свободно? Благодарю. Свободно. Вообще-то я барышня в поддавке не игра. Я тоже. Прошу. Ну, давайте начнем. Это конь. Он ходит буквой Г. М-м-м. Игорь Васильевич, капитан Яблоков. А я узнал у вас. Какие-то проблемы? Нет, никаких. Только один вопрос. Каким образом сотрудник частного сыскного агентства следит за главной подозреваемой в деле об убийстве Ленькова? Да. Наша партия напоминает мне 11 мая 1997 года. А в этот день Гарри Каспаров проиграл матч к компьютеру. Ну, спасибо за сравнение. Шах. Вы что, чемпион по шахматам? Я математик. Давно у меня не было такого сильного соперника, особенно женщины. Считаете женщин ограниченными? Наоборот. Сюда. Где дама, жди сюрпризы. Вау. Чувствуется мудрость женатого человека. Да нет, я вдовец. Ну, и дама встретила женщину. Любовь к моей юности. Ну, вам это не интересно. Нет, нет, пожалуйста, расскажите. Очень интересно. И как ее зовут? Лиза. Мы были счастливы. Ну, однажды позвонил мне знакомиться, представился частным детектиом. Да вы что? Да, да, да. Он сказал, что его наняли, чтобы следить за мной. И хотел бы со мной поговорить приватно в кафе. Извините, но вам опять шах. Ничего, ничего. У меня тут есть пара заготовок. Вот так? Вообще так не честно. Почему? Вы мне все время подсказываете. Послушайте, я не хочу расстраивать такую роскошную женщину. Ну, что же нам делать? Я не знаю, что нам делать, но мне придется точно сдаваться на милость победителя. Опа. Прошу. О, благодарю. Дождик начался. Где ваша машина? Вот. Красненькая. Да. Мне очень было приятно с вами познакомиться. Надеюсь, мы еще с вами пересечемся, сыграем. Благодарю, обязательно. Партию в более подходящую обстановку. Буду ждать звонка. Обязательно позвоним. Ох, неудавьте меня. Осторожней. Значит, этот детектив хотел вам продать фотографии компрометирующей Лизе. Да. За пятьсот евро. До встречи. Ну, я сказал, что он подлец и платить не стал. Счастливо. Всего доброго. Благодарю вас. Спасибо вам, Василий Апоминалевич. А скажите, ваша сестра, она знает, что детектив вам раскрыл имя заказчика слежки? Нет. Ну, если он нечестный человек, ну, почему я должен поступать точно так? Еще раз большое вам спасибо за партию. До свидания. Всего доброго. Ну? Он не убивал Ленькова. Почему ты так думаешь? Потому что к нему вернулась старая любовь, он счастлив, и ему не надо в тюрьму. Антиквар отпадает. Понятно. Ты что такая довольная? Ну, просто мужчина, с которым я сейчас играла в шахматы, он оказался галеристом. Причем крупным. Купидон и Ко. Да. Этот мужчина холост. Ты неисправима. Да, я такая. Итак, дело антиквара убираем. Остается три дела. Огневая Соня, блондинка в законе, окончательный анализ. Девочки, вот тот мужчина, которого я видела на фото, который лежал в конверте в туалете. Ты уверена? Ну, конечно, уверена. У меня же память фотографическая. И еще я видела, как эти фотографии доставал Яблоков у себя в кабинете. Итак, значит, объект слежки по делу окончательный анализ с Леньковым уже встречался. Но непонятно, почему он забрал не все фотографии. Ну как, он забрал те фотографии, которые его компрометируют. Зачем он тогда оставил другие? Для семейного альбома, что ли? Это не важно. Не важно, какие остались. Важно, что исчезло. Исчез конверт, который передала Ленькову Соня. Нет, ты сказала, что Соня не виновата. Она не убийца. Я и сейчас так думаю. Ну, раз антиквар отпал, было бы неплохо узнать, чем именно Леньков шантажировал эту красотку. Кобылкин, ты, главное, не дрейфь. Твоя задача узнать про нее как можно больше. Ты, парень видный, создай непринужденную обстановку. Ну, мороженым там угостит, туда-сет. Ну, нифига себе цены здесь. Кобылкин, не жмись. Мы потом зарплату тебе всем о делах скинемся, да? Не о себе думай, о деле. Значит так, выясни, почему эта Ирина хочет познакомиться с актером. Может быть, она и ее подруги что-то снова задевают. И актерам нужно не просто так. Ну и главное, веди себя уверенно, Кобылкин. Ясно тебе? Ясно. Жанна, художник здесь я. Катя, у меня тоже богатый внутренний мир. Жанна! Девочки, смотрите. Дело платиться на Леньков назвал по фильму, сюжет которого очень напоминает любовную историю. Так вот, что я думаю. Огневая Соня, это ведь тоже название фильма. Конечно. Это же мой вообще самый любимый фильм. Ну, там еще Арнольд снимался. Я обожаю это кино. Да, и насколько я помню, там была бойкая независимая Соня со своим могущественным покровителем. Да, вот. Было бы неплохо вычислить этого покровителя. Ярослав, здравствуйте. Это я вам писала на сайте. Здравствуйте. Это вам. А вы точно совершеннолетняя? Смотри, да. Нет, а какая разница? Один парень тоже так говорил, а ему десять лет дали. Извините. Да вы не бойтесь. Я же не для себя знакомлюсь. Для мамы. Надо же девчонку подослала. Расчупывает почву. Опытная. А какой адрес у антиквара? Пушкинская, 40, квартира, 22. А зачем нам сейчас адрес? Шифр на деле антиквара начинается с ПШК, то есть Пушкинская. Пушкинская. Угу. Дальше. Логично должен идти номер дома и квартира. 59, 96. Но мы знаем, что это 40, 22. Это как уравнение с одним неизвестным. Сейчас. Ну, вообще, а если это как-то связано с названием фильма? Ну, или сюжетом? Гениально. Год выхода фильма 1974. Начитаем. 9, 6. 9, 9, 9, 9. И получаем 2, 2. 40, 22. Обалдеть. А остальные цифры? Ну, остальные цифры, судя по их количеству, это номер телефона. Ну, это не может быть что-то сложное. Леньков не в разведке же работал. Ну, да. А вы точно актер? Ага. А в каком фильме сейчас снимаетесь? Про полицию. В роль вживаюсь. По вам видно. Я так сразу и подумала. Вы уже выбрали что-нибудь из меню? Да, мне в водичке стакан. Есть французская, Эу Минерале. Также есть вода из швейцарского горного ручья. Ну, и, конечно, новинка из Исландии. Талая снега со склона вулкана Эйфьяда и Кьюль. Какого вулкана? Эйфьяда и Кьюль. Мне бы нашу родную. Из-под крана. Прекрасный выбор. Звони. Три, пяти, тридцать, шесть, шесть, шестьдесят один. Слушаю вас. Я вас слушаю. Антиквар. А как ты догадалась? Просто вычла каждую цифру из десяти. Не спрашивайте, почему. Интуиция математика. Девочки, теперь у нас есть телефоны и адреса объектов наблюдения. Ну, хорошо бы нам узнать адреса заказчиков. Ох, размечталась. Эти сведения есть только в агентстве Лео. Или у Яблокова. Ну, для него мы подозреваемые. Особенно я. Это да. Фуа-гра и кролика по-венгерски. Фуа-гра и кролик по-венгерски. Хорошо. Кобылкин, завязывай кряхтить. Переходи к делу, ясно? Ясно. Что ясно? Что вы вместо мамы пришли. Я только не понимаю, зачем. Ярослав, я должна быть уверена, что вы нам подходите. Вам? А в каком качестве? Ну, в качестве папы. А вы правда актер? Точно. Все ясно. Они готовят спецоперацию, где понадобится фиктивный папа-статист. Мне на тех напали. Сережа, я звоню по делу. Ты не можешь узнать, кто живет по адресам, которые я тебе скину? Ира, ради твоего же блага нет. Ну, ты же даже не спросил, зачем мне это надо. Я уже понял, что вы опять затеяли расследование. Именно поэтому говорю нет. И это вообще такая благотворительная акция к Новому году. Не рано ли начала поздравлять? Самое время. Ну, ладно, присылай. Подумаю, что можно сделать. Пока. Спасибо. Не пропадай. Субтитры сделал DimaTorzok Если ты каждый раз будешь меня так встречать после работы, то тебе быстро надоест. Давай быстренько мою руки и кушать. Я сейчас накрывать буду. Сейчас. Кстати, ты в полицию звонила? А, зачем? Ну, как, по поводу вчерашней слежки. А, ну, конечно же, звонила. И чего они? Сказали, разберутся. Так, Ирина Сергеевна, посмотрим, кого ты у нас разыскиваешь. Ага. О, спасибо тебе, Геннадьевич. Мам, я дома. Привет. Привет. А у меня для тебя сюрприз. К нам сегодня придет мой ученик. Ты его ни разу не видела, но мы договорились с его родителями, чтобы вы поженились. Чего? Конечно, не сейчас, через пару лет. Ну, ты знаешь, я поговорила с ним. Мне такой зять подходит. Зачем ты завела на сайте знакомств страничку от моего имени? Тебе хотела помочь. Не надо устраивать мою личную жизнь. Я с ней разберусь сама. Я знаю, как ты разберешься. Будешь сидеть, лопать мороженое, смотреть мелодрамы и плакать. Так. В нашей стране нет закона, запрещающего взрослым женщинам плакать в мороженое. Мама, ты даже Ивушкина к себе не подпускаешь. Я нашла себе актера настоящего. Вот и пусть посвятит себя искусству. А ко мне даже близко не подходит. Поздно. Я уже пригласила его в гости. Завтра в 12.00. Так. Наташенька, а помнишь, ты на каникулы хотела поехать в Крым? Так вот, теперь ты будешь сидеть дома и решать задачи по математике, геометрии, физике и химии. Мама, это нечестно. Я тебе устрою веселую жизнь. Здрасте. Здрасте. Раздевайся. Проходи. А я к вам, а мам... Не понял. Ты что, плачешь, что ли? Ты в школе из-за тройки расстроилась. Когда человек отводит глаза в сторону, это значит, что он врет. И что? А то, что я могу помочь. И я, кстати, умею хранить секреты. Я наврала своему парню, что у меня папа актер. И теперь он все время спрашивает и хочет с ним познакомиться. Ну, погоди. Ну, скажи ему правду. Я не могу. Тем более, я уже нашла актера и уговорила его на встречу с мамой. И что, он согласился? Да. Слушай, а знаешь что? Давай, я для твоего парня изображу актера. А вы сможете? Конечно. Я же театрально поступал. Правда? О, Розалинда! Здесь в своей любви тетрадь! Я верю и всю боль, всю горечь! Все... Два года поступал. Не взяли. Ну, на твоем месте я бы все-таки признался. Пошли к маме мириться. Я ей кое-какие бумаги принес. Спасибо, Сережа, за список фамилий. Посмотрим, за кем следил Леньков. Рыбакова Соня. Вау! А это кто? Крупный бизнесмен Вячеслав Рыбаков. На открытии и выставке галереи Купитон и Ко ожидаются почетные гости. На ловца и зверь бежит. Сверидов, ты пообщался с другими заказчиками? Приходила только дама по делу антиквара. Но никаких зацепок, банальная бытовуха. А по делу окончательной анализы я и Владов не явился. Ясно. А я был в агентстве. Ты знаешь, кто заказал слежку за Дроновой? Ее лучшая подруга Ташьян. Как тебе новости? Да, дамочки явно что-то замышляют. Завтра нужно будет обязательно поговорить на эту тему с Дроновой. Да, еще про вечерний визит в галерею. Ты уж найди поприличнее что-нибудь из одежды. Ну, чтобы не выделяться. Ладно? Ага. Хорошо. О, наконец-то. Жан, Жан, Жан! Без нервов. Я позвонила своему галеристу, мы в списке гостей. О, уже своему. Ну, а что, мы неплохо поладили за шахматами. И расскажи, это единственный твой вечерний наряд? Ну, а что? А ничего. Когда разведчик собирается на дело, он должен сделать что? Эм, взять языка. Слиться с ландшафтом. Извини, я не хочу никого обидеть, но публика там будет несколько по-иному одета. Там немножко другой дресс-код. Это точно. Критикуешь – предлагай. Хорошо. Здесь недалеко есть хороший магазинчик. Быстренько тебе что-нибудь подберем. Точно. Поехали, быстрее. Ну что? Слишком вызывающе. Тем более, это точно твое, Егемерий. Так, а покажите-ка нам новую коллекцию. Угу. Давай. О, это прям на тебя. Да ну. Да. Жал. Да. Да, я, я, конечно, мужественный человек, но ходить по магазинам с женщиной даже такой красивой, как вы, нет, это, за это надо орден давать. Какой? Ну, шапоголико первой степени. Ну, шапоголико первой степени. Ну, шапоголико первой степени. Ой, извините. Да. Алло, Серёжа. А ты сейчас? А ты сейчас? Занят. Вообще, да. Я на работе. Но скоро освобожусь. А что? Понятно. Вот так вот. С личным лучше повременить. Ужас. Вот что за цветовая гамма, а? А-а-а. Да. А-а-а. Я вижу Соню. Кто так пишет? О, я вижу её мужа. Дилетанты. Великолепная Жанна. Я вас приветствую. Позвольте. Благодарю вас. Меня зовут Владимир. Позвольте, я украду вашу прелестную спутницу. А-а-а. Буквально на секунду, пожалуйста. Спасибо большое. Я вас познакомлю со своими друзьями. Они очень интересные люди. Здравствуйте, Соня. Я коллега детектива Ленькова. Что вам нужно? Я же уже всё заплатила. Может быть, поговорим в более тихом месте? Где можно руки помыть? Не так. Не так. Это очень страшно. А-а. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я подумала, что это еще один извращенец В каком смысле еще один? Ну чокнутый поклонник Влюбился в волосы И это как? Ой, знаете, художники, бандиты, эксвенционисты Все как дети Западают на яркое Я честно сначала думала, что Леньков клинья подбивает А он? Нет, ему нужны были только деньги Никогда не думала, что буду поклониться абстрактному искусству Но ваши картины для меня как музыка Жанна, вы Мед в моих ушей Вы знаете, мне один критик сказал, что эти картины Как океан снов Которые питают мои денежные реки Хорошо питают? По три продажи в вечер Я сейчас принесу вам шампанское Какая неожиданная встреча Здрасте Здрасте Вы здесь одна? Нет Я с другом Честно говоря, я думала, что сыщикам ближе не абстракция, а как раз реализм Опять туалет Какое-то дежавю Извините Тут Яблоков Тут Ну тут, в смысле, наверное, не Саша Жанку опрашивает Скажите, а вам ни о чем не говорит имя Соня Рыбакова? Нет Ни о чем Ни о чем А зачем Зачем вы заказали слежку за своей подругой Дроновой? Ух ты, от вас ничего не утаишь? Да Просто она положила глаз на одного знакомого профессора Вот как? Да А вы на него тоже глаз положили? Ну, знаете ли, профессоры на дороге не валяются Нынче с этим сложно Да, к сожалению, в искусстве все меньше и меньше академиков А я знаю, о чем вы думаете Неужели? Вы считаете, что все это преступление? Ну, скорее его часть Так что насчет Ленькова? Оплаченная мной тайна останется тайной для мужа? Я поговорю с руководством И было бы неплохо, если бы наш разговор остался между нами Молчание за молчанием Справедливо Ой, извините Прошу прощения А Соня Рыбакова, это вы? Я Мне нужно задать вам несколько вопросов Авангардизм Авангардизм Авангардизма А ну, если честно, Жанна Я бы очень хотел с вами поговорить о пейзажной живописи Вы видели панораму ночного Петербурга? Ну, разумеется А из окна моей машины? Нет, не доводилось Вы знаете, в пейзаже главное Ракурсы и нюансы Согласна Я оставлю вас на пять минут Мне надо кое с кем проститься Договорились Хорошо Пройдем Все, нам пора Ага Что? Куда? Почему? Жанка Живопись здесь ужасная И что? Все, уходим Давай, давай Ладно, скажи, что прелиновала Ну и вечер Главное, я поговорила с Соней А я отшла яблоком А я вас всех спасла Девочки, я кажется, влюбилась Можете, шампанское в голову ударила? Я не пила, я же за рулем, девочки Ну, а вдруг это все неправда? Вдруг это мне все померещилось? И вообще этого не было? Я все забуду Жан, Жанна Что? Поехали, а? Поехали Ой Ненавижу эту женскую логику Ты предполагаешь одно, а она другое Ты ее в дверь, а она в окно Ты ее подозреваешь, а она у тебя за спиной Сама всех допрашивает Смотрит так Прямо в душу Э, Сверидов, ты о чем думаешь вообще? Я говорю, что допрашиваешь ее Она только глазами моргает Вообще совести никакой Ничего, я завтра Эту Дронову обо всем расспрошу И профессора к стенке прижму От меня не уйдут Расслабились Жанна, извини, что разбудила Срочно бери Катю и приезжайте ко мне Снова, да Я, кажется, знаю, где искать убийцу Я уже почти заснула, как вдруг Мне приснился Иоганн Ганс Фридрик Каус Кто это? Немецкий ученый Его назвали королем математики Я была в него влюблена в десятом классе Да, мне в десятом классе больше артисты нравились Ну и как он тебе снился целоваться, Лес? Он мне погрозил пальцем и пропал И тут я поняла одну очень простую вещь Какую? Я представила четыре дела Ленькова Как систему линейных алгебраических уравнений Что? Ира А объясни, пожалуйста, свою предельно свернутую мысль Алгоритм заключается в последовательном исключении неизвестных Хм То есть, если я правильно поняла Убийца, например, не может быть художником Конверты-то он поменял, а с картинкой напортачил Ну да, получается, что антиквар тоже не виноват И муж этой вдовой блондинки, он вообще умер И рыжая Соня, ну она же ушла до убийства Ленькова Чш-чш Девочки, я уже произвела все расчеты Нам нужен Виктор Клюев Объект слежки по делу Окончательный анализ Вот, смотрите Помарка какая-то Ладойка Да нет Вы знаете, мне кажется, здесь шифр был какой-то Я в этом почти уверена Но его разглядеть можно только в оригинале Я не ногой больше в это агентство Хватит с меня Ну, может быть, на компьютере удастся сделать подчетче изображение Девочки, девочки, пожалуйста Профессор же ругается Он думает, что вы не хотите его видеть Давайте уже тебе смотри, мы устроим Катя, я хоть сегодня Но сначала ты идешь к стилисту К стилисту? Чего? Виктор Клюев посещал одну тоже парикмахерскую А для постоянного клиента Стилист это все равно, что психолог О как Простите, вы нервничаете? Нет А вы? Тоже нет Просто стресс, он Заразитель Да Как и вранье Простите? Какие отношения вас связывают с Жанной Ташьян? Она моя подруга хорошая А что? А вы когда в последний раз ее видели? Я? Ну, никогда Ну, в смысле, ее нет ни разу Вот как А почему она тогда считает вас своим мужчиной? Жан-то? Да вы что? Это же мой жених Вот А зачем тогда она наняла детектива следить за вами? Она что, с ума сошла? Получается, у вас с ней виртуальный роман, да? Нет Точно? Кать, ну ты чего? Этого я и боялся Катюша Твои подруги хотят нас рассорить Почему? Понимаете, я им не нравлюсь Они считают, что я не достоин ее Вот почему, между прочим, у нас до сих пор не произошло... Ну, этот, как называется? Смотри Да не поэтому, не поэтому Ничего, я им всем покажу И этой, как ее... Ташьян Так Подписывайте повестку Чтобы нас выпустил ваш охранник И разговор окончен Так, это мне решать А что тут решать-то? Понимаешь, ее подруги На меня ищут компромат Они хотят разрушить нашу личную жизнь Из мое семейное счастье Вы... У вас есть мужская солидарность, а? Валя... 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 Валентинчик Валентин... Забирайте Спасибо Валентинчик Валечка, пожалуйста Пожалуйста, не буянь Я сама Жанне позвоню Погоди Ты что, поверила? Я же ведь специально В смысле? Судя по физиогномике Капитана Яблокова Он верит эмоциям А не логическим доводам Начни ему все рассказывать Да тут бы... Так ты это специально? Ну? И тебе все равно, что Жанка заказала слежку? Ну, заказала, значит Ей было нужно Я тоже же читаю детективы Ведь главное не за кем, а где Валя, ты прекрасен Так Пойдем, это нас застукает Мне Витя Клюев сказал Что здесь лучшие стилисты в городе Но я, конечно, не поверила А он говорит Иди к Марине У нее золотые руки Но вижу, что скоро Все мы к вам придем Очень здесь хорошо Мне очень понравилось Витя, он такой милый Каждый раз, когда стрижется Головочку держим Чивые оставляет А на праздник Всегда шоколадки Ой, Витя, наш котик Правда, устает в последнее время Очень сильно Головочку держим Вы тоже заметили? Да В прошлый раз он у меня в кресле уснул Видимо, у него бурная личная жизнь Бурная Бурная не то слово Нашел себе какую-то замужнюю Наверное, вы не знали? Трепет ему у него с нервы То уйду от мужа То не уйду от мужа Головно А вдруг ее муж Витю голым застал Под кроватью? Ну, насчет мужа не знаю Но недавно с одним мужчиной разговаривал Так кричал Так ругался Да? А вы мужчину видели этого? Нет, они по телефону говорили А Но это было страшно Я никогда не думала, что Витя может быть таким сердитым Да что вы говорите? Наташ, уже почти двенадцать Наташа Все, хватит спать Поднимайся Как двенадцать? Я же будильник завела Меня там Женя ждет Позвони, скажи, что ты задержишься Да не, я успею Тут, недалеко кафе Женя? Прекрасно Наташа, я с тобой пойду Зачем? У меня есть срочное дело К Жене Ну, вы же не знакомы Вот, как раз познакомимся Давай не сейчас Сейчас некуда Все, пока А, я же с тобой не разговариваю А я вообще на тебя обиделась Не замерзнешь? Нет Спасибо Под ноги смотри Хорошо Мам, я тебя потом с Женей познакомлю Прекрасно Мам, я тебя потом сижу Мам, я тебя потом сижу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо